Всем привет, друзья! Сегодня опять у нас чудесный солнечный день. Посмотрите, теплый, да еще и ветра нет. Можно спокойно погулять с вами, послушать океан. Ну и, конечно же, у нас сегодня будет вообще очень необычное видео, друзья. Усаживайтесь поудобней, как обычно я вам говорю. Мы, я надеюсь, никуда не торопимся, и поэтому я вам постепенно покажу то, что я для вас наснимала за эту неделю. Сегодня у нас 29 октября, пятница, температура плюс 18 градусов, сейчас 4 часа дня. И давайте начнем. Ну и как вам собачка такая, друзья? Друзья, не знаю, как вы, я, в общем-то, никогда не видела эту собаку. Айриш Вулф, ирландский волкодав, одна из самых больших собак в мире. Говорят, что он по высоте достигает 85 сантиметров, но мне кажется, что он даже еще и выше, потому что он когда ко мне подбегал, то у него морда наравне с моим лицом. Но вот, несмотря на свои такие устрашающие огромные размеры, этот пес считается порода очень дружелюбная и веселая. Хозяин в са мне рассказал о нем все подробно. Сказал, что ему 6 лет. Я говорю, ой, так он же совсем еще молодой. Но оказалось, что эти собаки живут примерно 7 или 10 лет. Совсем немного. Странно, почему, может быть, из-за своих таких огромных размеров, я не поняла. Ну и потом мне хозяин пожаловался, вы знаете, он сказал, что, к сожалению, он так любит играть с другими собаками. Он очень такой веселый, очень дружелюбный, но его в основном все боятся. И собаки-то с ним тоже не очень хотят играть, потому что он ненароком может и зашибить. И вот, вы знаете, хозяин с этой собачкой, они, когда я к ним подошла, они стояли такие растерянные здесь на пляже. Все гуляют, бегают. Они стояли, в принципе, одни. Вообще, это считается очень редкая порода собак. Она сейчас практически на грани вымирания. И поэтому я очень рада, что смогла вам показать эту великолепную собаку. Мы, конечно же, познакомились и с его хозяином. Разговорились с этим мужчиной. И он как-то очень интересно сказал о русских. Если кто желает, я в конце этого видео покажу вам тот же самый фрагмент, только уже со звуком. Будет интересно. Ну, а мы пошли дальше. Вы когда-нибудь слышали, как разговаривают лебеди? Вот так переговариваются между собой лебеди. Вот такие громкие звуки издают. Даже не знаю, как их характеризовать. Говорят, что лебедь шипун. Но вот это скорее какое-то громкое щелканье. Вот если за ними наблюдать, вы знаете, можно много-много разных звуков они произносят. Вот к тому же еще, вот это их движение головы, как они поднимают и опускают голову. Вот хвост, вот посмотрите, сейчас он закрутил хвостом. И здесь, говорят, почти как у собаки. Вот так лебедь показывает свое расположение и то, что он доволен происходящим. А вот если он, знаете, нахохленный такой, как мы считаем, очень красивый, как в танце. Ну, вот вид такого нахохленного лебедя нужно воспринимать как угрозу. Если, конечно, это не весна и не брачный период, то вот такие нахохленные перья, они не к добру. И вы понимаете, что лебеди считаются тоже очень крупными, сильными птицами. И поэтому с ними шутки плохи. А вот здесь, на этом пруду, лебеди очень доброжелательные. Они, по-моему, никогда не было, я не слышала такого, чтобы они нападали на кого-то из людей или детей. Нет. Ну, а у нас здесь, на знакомом пруду, осталось, к сожалению, лебедей очень мало. Обратите внимание, вот сейчас, по-моему, всего лишь пять их тут. Вот один там плавает, он боится подходить. Вот серый такой лебедь, он уже вырос большой, но он еще не поменял свой окрас. Посмотрите, лебеди, какие огромные по сравнению с остальными птицами. Но, тем не менее, вот вы знаете, они никогда не мешают жить остальным. Ни маленьким уткам, ни назойливым чайкам, ни гусям вот этим. Вот посмотрите, сколько здесь сейчас у нас канадских гусей. Они не улетели, хотя сейчас все птицы уже подались на юг, потому что зима. Но вот эти птицы остаются здесь зимовать. И именно зимой птиц нужно подкармливать. Они ждут от людей помощи. Ну, а так как зима все-таки сравнительно теплая, здесь не замерзает пруд. И без проблем у них обычно происходит это все. Хотя однажды, несколько лет назад, этот пруд почти весь замерз. У меня есть видео, мне оно очень нравится. Я сейчас вам его покажу. С нашими лебедями, пойдемте посмотрим. Вот вы посмотрите, он меня увидел, лебедь. Посмотрите, посмотрите. Он как ледокол. Он как ледокол. Ой, ты бедненький, да не ходи, ты маленький мой. Он прямо, ой-ой-ой, боже. Я сейчас, наверное, буду плакать. Ты же сейчас там застрянешь. Ну куда? Господи, ну посмотрите, что творится. Масечка моя. Ты идешь ко мне, думаешь, я тебе принесла поесть? Боже, а я не принесла. Сейчас я пойду срочно им что-то покупать. Посмотрите, что творится. Слушайте, он не застрянет там, я прямо не знаю. Я не могу это видеть. Ему же холодно. Ой, боже, боже, боже. Ну, ты пришел ко мне, мой хороший, маленький. Мое золотко. Ты видишь, что у меня нет ничего покушать? Ты, наверное, ой. Слушайте, вот вы знаете, вот у меня такие вещи, они меня просто доводят вот как-то. Не знаю до чего. А он, собака. Видите, как он зашипел. Кыш, собака. Вот собака, и он, видите, шипел. На мой взгляд, действительно шикарнейшее видео. Редкие кадры. Это видео было снято в марте 2018 года. Вот так у нас однажды замерз этот пруд. И еще интересно то, о чем я как раз вам и говорила. Обратили ли вы внимание на то, как этот лебедь ко мне, когда подплывал, дважды махал хвостиком своим. То есть он меня вот так приветствовал. Вот представляете, какой интересный язык тела у этих птиц. Ну и потом, обратите внимание, когда он увидел собаку, он сразу весь нахохлился и зашипел. То есть вот он уже увидел угрозу и сам стал угрожать. Очень интересная история. Если за этими птицами наблюдать, можно еще много-много всего интересного заметить. Хотелось бы, конечно, чтобы лебеди вернулись в этот пруд. Как? А их было здесь много раньше. Вот один единственный, видите, гусенок. Вот он, серенький. В этом году единственный маленький. Ну, помимо лебедей, я тут решила два дня назад покормить голубей городских здесь на площади в Сандауне. И знаете что? Расположилась на лавочке, достала крошки. Облепили меня эти все голуби. Но что-то я решила, нет, друзья. Это, пожалуй, не для меня. Как-то уж совсем напоминает глубокую старость пенсионную. Нет. Лучше уж я вернусь к своим лебедям. Ну, еще поговорить? Хочешь еще поговорить? Давай, скажи мне что-нибудь. Красавчик. Или ты? Вот как. Что еще мы знаем об этих чудесных птицах? Это считается одна из самых крупных водоплавающих птиц. И лебедь это долгожитель среди гусиных. Он живет 25, а порой даже до 28 лет доживают эти птицы. А вот наш серый гусенок сзади, ему еще нет трех лет, потому что он еще не поменял свой окрас на белые перья. Пока он еще серенький, значит он еще меньше трех лет. Три года только. Уже становятся птицы взрослыми с белыми перьями. Вот я принесла чудесные специально спекла пышки для лебедей из грубого помола муки и еленей. Но что-то они их не едят. Что-то как-то для них непривычно, наверное. Смотрят с удивлением. Но зато чайки на заднем плане. Вы слышите, какой ор поднимают, когда я их кидаю? Они жрут все, просто на лету хватает. Да, друзья, ну и еще, может быть, для тех, кто еще не в курсе, не знает, что лебеди в Англии являются собственностью королевы Елизаветы II. Все лебеди, существующие в этой стране, они находятся под защитой государства. И убийство лебедя является уголовным преступлением и наказывается вплоть до тюремного срока. Вдруг неожиданно набрела на целую полянку шампиньонов. Посмотрите, это шампиньоны, друзья. Посмотрите, сколько их здесь много. Вот они еще. Те, кто смотрит мои видео постоянно, наверняка заметили, что я в этом году не хожу в лес, не брожу с вами, не показываю, как я собираю грибы, ягоды. И, в общем, вот эта тема, она у меня как-то постепенно отпала. Так вот, странно то, что я прям вот гуляя здесь, вот на таких лужайках. Не надо и в лес ходить, не надо далеко куда-то забираться. Я посмотрите, сколько набрала шампиньонов. И шампиньоны такие, посмотрите, большие, жирные, красивые. Ну, всякие, конечно, попадаются. Но, тем не менее, вот так, считай, целая сумочка у меня шампиньонов. Температура у нас держится шикарная. Просто не верится. Четверг, 28 октября, плюс 21 градус у нас сегодня. Солнце, посмотрите, какой чудесный день. Ну и, конечно же, грибы поползли отовсюду. Сейчас заодно и пожарим. Эти чудные грибочки. И неожиданно огромный куст шиповника. Ягоды созревшие. А знаете почему? Потому что вот здесь вот, вот это старинное аббатство XI века, я рассказывала вам, там жил монах один, отшельником жил. Очень долго. Совсем старенький. Судя по всему, он уже умер. Потому что, видите, здесь затеяли стройку, перестройку. Ну вот, как это будет выглядеть, не знаю. Здесь уже попилили все деревья впереди. Ну и никто не собирает здесь ягод. Остался шиповник, остался боярышник на кустах. Все вокруг усеяно. Ну вот, посмотрите, сколько боярышника здесь. Я решила собрать. Ягоды мои сохнут тоже. Много рассказывала вам про эти трутовики, друзья. Трутовик. Вот он, смотрите. Вот это трутовик лакированный. Я вот его отломила кусочек. Посмотрите, как он выглядит. С этой стороны он вот такой вот белый. А здесь у него поверхность лакированная. Вот он. Вот этот лакированный трутовик, если вы его найдете и соберете на дереве дуб, как раз здесь у нас дерево дуб. Потому что это здесь дубовая роща у нас. Так вот, этот трутовик, он очень-очень полезный. Он даже лучше, чем грибчага, говорят. И трутовики я, конечно же, принесла. Сейчас буду резать, готовить. Вот так выглядят трутовики. Уже в сушеном, врезанном виде. И боярышник уже я настаиваю в холодильнике. Ну и в конце, как обещала, я дам вам послушать, что о русских сказал вот этот английский мужчина. Я русский. Русский. О, вау. Что ты думаешь? Я думал, что это где-то, как Латвия или что-то. Ты был в России сейчас? Никогда. Никогда. Это огромное стране. Это огромное и приятный стране. Я знаю, что они приятные люди. Я знаю, что русские люди. Они хорошие чувства юмора. Да. Они любят грибы. Да. Наверное, английский юмор. Это очень хорошо. Это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Да. Переведу для тех, кто не понял. Когда я сказала, что я русская, он очень удивился. Сначала сказал, что я думал, вы из Латвии. Ну а потом, когда я спросила, что вы думаете о русских, он сказал, у них очень хорошее чувство юмора, и они любят смеяться. Вот так, как интересно. Обычно говорят, что русские угрюмые, а здесь человек наоборот сказал, что русские любят смеяться. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего доброго. Пока-пока.